Уважаемые коллеги, Дмитрий Сергеевич сконцентрировался на основной тематике маленьких и маленьких оболонков. На этих маленьких и маленьких оболонках создали огромную микроструктуру, потребуя создания огромной инфраструктуры, технологической, удивительной и всего остального, что и есть лаборатория управления на нейтронике. И изначально мы писали два года назад две наших основных ключевых задачи, это гумеранг и миллиметрон. Понятно, что за это время задачи немножко модифицировались, коллеги из Рима добавили гумерангу Олимпа, а коллеги из Астрокосмического центра в большей мере спрашивали с нас немножко о решении других задач, не балометров. Дело в том, что лаборатория коллеги на нейтроники на сегодняшний день не в состоянии поставить аппаратуру в понятии, так сказать, аппаратуры с космическими сертифицированными, эти стомные и так далее. Поэтому цельный прибор, скажем, на борт Мерметрона или на борт Олимпа будут готовить, в частности, тот самый Паоло де Бернатос. У него есть определенный опыт, у него есть летающие приборы, причем они имеют космическую квалификацию в том числе. Поэтому на одном из воркшопов Мерметрона Паоло де Бернатос, как раз на том самом воркшопе в 2010 году, когда мы договорились сыграть в Мегагранд и после этого его выиграли, он сказал, что он будет поставлять спектрометр для Мерметрона. Ну, спектрометр — это проширенная базиатическая система, серьезная коллегенная система и еще целая куча всяких примочек по губам вас, и в том числе обработка информации. Но, естественно, если кто-то ему обеспечит эти самые матрицы балометров. Поэтому какой-то прямой выход наш на астрокосмический центр, ведущий Мерметрон, в этом смысле оказывается непродуктивным. Нам астрокосмический центр говорит, идите к Паоло де Бернатосу, и если он поставит в вашу баломику свой бортовой комплект для Мерметрона, то мы будем вдруг счастливы. Поэтому у нас, как бы так сказать, в этом основном направлении с Мерметроном работа опосредованная. А вот по тем всем остальным вещам, которые вокруг этого маленького поломника, мы оказались достаточно уникальны. И я, собственно, из своей прошлой презентации взял один слайд. Там было вместо Дурина было «Велкам». Мы вас всех приглашали на прошлом пятом воркшопе, на шестой воркшопе, но пришлось подправить немножко дату. Мы обычно это делаем в первой декаде июля, но мы попросили наших партнеров, которые сейчас у нас будут идти за одни полу, к нам едут уже прямо в поезде наши партнеры, которые у Ильича в Новосибирске были на конференции. И вот они, ну, к нам буквально присоединятся кто-то сегодня с обеда, кто-то с завтрашнего дня. Ну, и вот эта наша деятельность, эта наша активность, она привела к тому, что мы провели уже эти шесть воркшопов. Ну, и я попробую все-таки рассказать коротко только о том, что за эти полгода. Ну, есть вот некий план, который я постараюсь следовать. Как я уже сказал, у нас сейчас с вами не третий год реализации проекта, а первый год реализации второго проекта. Дело в том, что это немножко особая вещь, по особым условиям, а в этом я остановлюсь чуть позже. Как уже сказал Григорий Сергеевич, немножко сместились задачи. И когда мы написали эту заявку, мы там облачили целую кучу разного рода задач, в основном инфраструктурного плана мелких. Ну, и взяли на себя определенные обязательства, которые мы должны были взять. Поэтому, как бы, вот, так сказать, рассказать о том, что же это такое, первый год дополнительного соглашения, наверное, нам стоит. Ну, и несколько слов о основных уже, как уже было сказано, результатах, так сказать, произнесенных. Я попробую о всех вот этих вот окружающих, этот маленький волонг, о которых мы сейчас порассказать. Итак, существует вот такое дополнительное соглашение, подписанное 6 февраля, после пятого нашего воркшопа, поэтому эту картинку я вам в прошлый раз показать не мог. Эта бумага подписана, я вам потом последний лист подписи покажу, до соглашения с министерством, где есть набор обязательств. Они здесь подчеркнуты, нам выделили 27 миллионов рублей. 10 миллионов, по-моему, обязался добавить в ВУЗ, вот, на этот год еще 30 миллионов тоже обязался добавить в ВУЗ. Ну, здесь мы уже не раз обсуждали, у ВУЗа, у самого по себе, свободных денег не существует. И понятно, что это софинансирование, это продукт нашей с вами совместной деятельности. Мы должны с вами добывать ресурсы. Ну, я покажу, так сказать, какие, так сказать, продвижения в эту сторону есть. И Владимир Сергеевич вот вам охарактеризовал его довольно обширную активность в получении значимых денег. Понятно, что если мы сумеем влезть в сколковские проекты, влезть в есовские проекты или еще во что-то, понятно, что мы с легкостью получим такие суммы, и это будет обеспечена наша основная тематика. Ну, пока, пока, это основная тематика, ну, в стадии еще набора высоты. Мы еще пока не имеем ни гарантий, ни послуг, ни обещаний на то, что эти 10 и 30 миллионов сегодня или завтра появятся. О, причем здесь есть вот нижняя строчка, которую я подчеркнул. Это в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, прописанного в этом соглашении, нам придется вернуть вот эту субсидию за 27 миллионов. И попытки Леонид Сергеевича скорректировать как-то, дело в том, что мы этот план, задач, писали на 30 миллионов, нас обрезали, для меня как появился формальный повод, мы об этом говорили в прошлом блокшопе, апеллировать к минобру науки. Ну, вот Леонид Сергеевич ездил там на все эти совещания минобровские, результатов пока никакого нет. Хотя сообщество мегагантеров на сегодняшний день будит, жужжит, и вполне возможно, что будут какие-то сдвиги. Но пока этих сдвигов нет, надо отчетливо осознавать, что мы должны двигаться строго по этому соглашению. Существуют специальные чиновники, фирма Инконсалт, которая нас контролирует по всем параметрам. У нас есть Инконсалт в отношении по другим работам, мы знаем, что это делается, это государственные деньги, за которые есть простой незатейный спрос. Обещали два патента и восемь статей, но вот видите, мы обещали восемь статей, пять статей Леонид Сергеевич уже продемонстрировал. Единственное, я хотел бы сделать маленькую поправку. Вы видели, что правильные журналы имеют импакт 3-4, а радиофизика не имеет даже единицы. Так вот, та цифра, которую Леонид Сергеевич привел, она устарела. Это цифра по 2011 году. В 2011 году радиофизика действительно импакт, фактор 0,7. Сейчас везде в Уфане висит объявление, с чем я, кстати, вас поздравляю, поскольку большинство из вас как раз с авторой публикации в этом журнале. Журнал вплотную приблизился к единицам. То есть там 0,995, да, область, по-моему, что-то такое. А, 9,5. Я немножко это выше задумал. Но это уже практически единица, и поэтому, конечно, это слабее Пиаро в 3-4 раза, но, тем не менее, это уже сопоставимо и весомо. И если мы будем продолжать публиковаться и публиковаться с хорошими статьями, вот здесь у меня большая претензия к Маругину с Кузьминым. Их приглашали после микровольного симпозиума в Дубках спецвыпуска радиофизики, и они проводили подготовку этой публикации. Барышев Андрей Михайлович, наш другой, так сказать, партнер, он тоже к нам едет. Но просто сегодня состоится в госпособности этот митинг, о котором вам рассказывал Леонид Сергеевич, по миллиметрону. Поэтому Барышев сегодня там сидит, он к нам присоединится только завтра. Но он, по крайней мере, набросал некий свой опуск по своему докладу. Поэтому вот публикация таких статей, статей представителей международного сообщества и статей из Space Research Organization, Англии из Чанберса, я думаю, что это будет повывать еще больше наш импакт, и мы здесь с вами достигнем требуемого эффекта. Все-таки я уверенно могу сказать, что радиофизика не относится, тем более она переводная, есть переводная английская версия категория музея. Но, тем не менее, из 8 статей, которые мы с вами должны написать, вот следующий слайдик, да, вот видите, 5 уже есть. То есть, строго говоря, нам осталось за полтора года написать 3 статьи. Я думаю, что этот параметр мы выполнены, так же, как и по заявкам на патенты. Есть более сложный вопрос, связанный вот с верхней строчкой, которую я подчеркнул. Несмотря на то, что сообщество мегагрантеров уже жив, министерство стоит жестко на своем требовании пребывания 4 месяцев в университете. Пока мы еще далеки от этой цифры, к сожалению, поэтому я немножечко нервничаю. Причем нервничаю по известной причине. Известен скандал со СМУДом. Почему-то МГУ решила, что МГУ такая авторитетная организация, и СМУД, это Нобелевский гуляр, что им не обязательно выполнение в полной мере некоторых пунктов, в частности, пунктов пребывания. И Инконсалт вместе с министерством учили скандал по поводу того, что СМУД не добрал требуемого количества дней пребывания. Ну, не было столько в МГУ. И ситуация там очень простая. Деньги были заброшены. То есть это даже не совет по правилам, как бы, так сказать, усовещил СМУД или еще кого-то. Нет, это казначейство. К казначейству, так сказать, была дана команда изъятия пропорциональную сумму денег со счет МГУ. Ну, после этого, так сказать, естественно, все там ахали, охали. Ну, неудобно, как-то, ну, без калуриата. Сечь МГУ нашу, так сказать, ведущую, так сказать, контору. После этого сторговались СМУД и МГУ, написали, что в 2013 году СМУД проведет не только почитающиеся ему в этом году 4 месяца, но и все, что он недоел в прошлом году. Поэтому вот это просто свидетельствует о том, что нужно относиться к этим обязательствам со всей серьезностью. И три подписи здесь стоят. Двое из них среди нас, Дмитриев и Кузьмин. Третьего, хотя сейчас и нет, но вы знаете, что Миномоннауки только что назначил нового замминистра, как одного. Но вот этот замминистра избранителя из правительства Москвы в науке ничего не бедает, но зато формальных показателях сосчитать до 4 месяцев и до 8 статей он сумеет. Так что вот такая вот информация на эту тему. Кстати, два словом скажу, что-то и пусть я тут выходил. Сейчас идет большой шум по вопросу реформы Академии, которую затеял министр. Он не будет стесняться и смотреть на лица. Академию сейчас упаковывают по полной программе. Но Академия будет же уже, в частности, в понедельник в 12 часов в институте преподной физики будет большое собрание. Уже сейчас пишут телеграммы и все такое. Уже требуют отстатки Медведева, потому что это Медведев, так сказать, и подписал эти все документы. Так что шуметь не можем. Но власть построена жестко, с ней надо работать корректно. Здесь только это мне и хотелось сказать. Итак, формально у нас есть 18 научных задач, которые вот в этом доме соглашениях предложения перечислены. И мы должны всеми заниматься. Пока с нас никто их не снимал, поэтому давайте над ними спокойно, скрупулезно работать. Ну, а неформально мы знаем, что мы должны продолжить процесс создания лаборатории, причем лаборатории с серьезным уровнем, с кадрами, со штабом, с оснащением, с результатами, если хотите. И если у нас не будет, скажем, должного уровня метрологического обеспечения, то мы просто с вами не сумеем работать. Конечно, это печалит нас сильно, что приходится тут как-то упаковываться, чего-то тут это самое. Оборудование отвозить. Первые два года мы жили не знаю, но я, поскольку все оборудование было новое. Два года прошло, мы теперь познакомились с главным метрологом технического университета, а на две недели выпали наши все приборы, потому что пришлось их сдавать в порядку. Все это нужно делать. Нужны и защиты. Здесь тоже, кстати, хотел с одной стороны похвалиться. Юрий Георгиевич Георгиевич сейчас ко мне пришел и сказал, что спасибо коллеге за защиту наших студентов. Мы еще с вами послушаем. И Бумбов, и Шишов, они у нас еще, так сказать, в программе стоят, но прошли с совершеннейшим блеском. То есть наши студенты очень хорошие. Ну, а мы с вами оценим их работу после этих докладов. Они у нас, так сказать, в повестке заявлены. Образовательный процесс у нас идет, но вот защиты у нас маловато. Маловато, кстати, если говорить про публикации и публикации, связанных с такси самой основной тематикой. Здесь претензия опять к Раде Сергеевичу. Мы ему отдаем наши самые дорогие, наших детей. И, значит, тот же Шишов, и Саша Абашин, и Аня Гордеева провели уже в Чалмасе очень много времени. И мы вправе ожидать от них публикаций по тем занятиям, которые они нам вели. Ну, и хотелось бы, чтобы, так сказать, это дело выразилось в те самые научные результаты, которые ты нас, Вене Сергеевич, призываешь. Самый интересный, я думаю. Мы об этом мечтаем. Ну, теперь все-таки вернемся к тому, что вокруг этого крошечного баллонтора имеется. Итак, естественно, матбаза и оборудование. Матбаза у нас, как я уже сказал, нарастает. Достаточно удачно. Семь комнат до десятого этажа общежития мы освоили. Там у нас разного рода, так сказать, оборудование, вещи и так далее. То есть мы там, так сказать, в общем, уже работаем по полной программе. И мы уже фактически состоялся пуск технологического участка в корпусе номер пять, номер шесть. Я тут как раз номера перебутал, прошу прощения. Тут общежитие пять, а корпус шесть. Ну, опечатка. Я чувствую, что тут у меня как-то цифра не сходится. Технологический участок уже заработал. И об этом будет доклад Сергея Николаевича Вдольчева. Он сегодня тоже, к сожалению, в Москве, но завтра будет с нами. И завтра он нам подробно расскажет, да и покажет. Но что приятно, мы не просто запустили установку напыления, мы сделали несколько пробных, так сказать, вещичек. И одна из них оказалась востребована чрезвычайно. Мы хорошо взаимодействуем с ФИАМом, с отделением оптики, заведующим докторой Розен Сергей Борисович. Вот Александр Михайлович Танек, долгие годы занимается с ним производством его апазонометров, хлорометров и так далее. И вот когда последняя партия его хлоробитора готовилась, мы ему помогли сделать правильные, красивые зеркала на 150 ГГц. Но зеркала на 150 ГГц, они не зеркальные, их невозможно сьюстировать, а там большая сложная оптическая система. Юстируют лучше всего лазером, а лазер на 150 ГГц зеркал не отражается. Ну и вот мы быстренько сделали некие вспомогательные зеркала для этой термирационной системы, для юстировки Сергея Борисовича. Сергей Борисович с большой благодарностью это все получил. Сейчас он будет это все настраивать, юстирует, монтирует. И мы с ним договорились, что чисто символически, понятно, что это плевая была работа, были изготовлены зеркала, были сделаны вот эти оптические зеркала. Причем там все непросто, он может юстировать хорошо. Он оплатит в виде хоздоговора нашему технологическому участку лаборатории криогенной наноэлектроники. То есть как бы это некий символичный жест со стороны геона мы будем делать. И поэтому мы сейчас смело можем сказать, что ЛКР лаборатория криогенной наноэлектроники наконец-то стала таковой. То есть криогенный блок с точки зрения оборудования у нас был запущен уже два года назад. То есть два года назад мы оснастились с точки зрения криогеники, но с точки зрения какого-то электронного технологического оборудования у нас не было ничего. Сейчас у нас пошел поток оборудования в эту сторону, и мы здесь тоже с вами сдвинемся. Теперь кадры. Кадры действительно решают все. Согласно отчету, у нас некая фруктурирующая цифра в районе 50 человек. Эти кадры состоят примерно из трех компонентов. Они, естественно, не одинаковые и не равновесные. Первое, это все-таки то, чем мы гордимся, то, ради чего мы собрались. Мы собрались, чтобы независимо от того, будет продляться грант или не будет продляться грант, в Нижегородском техническом университете должна остаться лаборатория, должны остаться люди. При этом понятно, что Илья Сергеевич и большинство совместителей имеют свои домашние места, свои аэродромы, которые они в конце концов могут испорхнуть в случае того, что Ливанов скажет, а закрываю я программу мегаграмм. Понимаете? Но здесь уже есть примерно, так сказать, около десятка человек молодых, ну, так сказать, реально, так сказать, полностью слежащие трудовые книжки чуть меньше, хотя сейчас появится больше, потому что мы склонны пригласить как минимум вот этих двоих наших выпускников, которые сейчас доложат. Ну, плохо доложат, может, и не пригласим. Но вообще-то есть идея пригласить их в лабораторию в штаб. До этого они были студенты. Но, собственно, такое приглашение в штаты, опоминание трудовой книжки уже состоялось в порядке людей. И это, я считаю, вот то главное, чего нам удалось достичь с точки зрения карты. Есть здесь карты совместителей. Здесь и ваш похожий слуга, Илья Сергеевич, если хотите, все-таки в первую очередь, и по его выступлению вы слышали. Мы, это Чалбас, да, действительно, в первую очередь это Чалбас, конечно же. Вот. И таких людей у нас очень много. Но это очень здорово. Мы смогли привлечь ведущих ученых, причем как нижегородских, так и московских, так и зарубежных. Завтра вы будете слышать и Заикина из Германии, и Ильичева, и Петрашова, которые мы тут из Англии слышим. То есть это наши сотрудники. Обращаю внимание. Это не сторонние кости. Они у нас в лаборатории совместители. Это очень здорово. То есть мы впитываем от них информацию, впитываем от них, так сказать, их уроки. И единственная к нам претензия, мы недостаточно активно с ними работаем, мне кажется. Вот здесь этот золотой опыт, опыт того же Карпова, Голоша, даже куча, так сказать, людей в команде, которые имеют совершенно бесценный опыт, и они готовы им делиться. Давайте этот золотой процесс брать. И есть как бы третья часть нашей лаборатории. Я тоже чрезвычайно горд, что она здесь имеется. И она здесь, кстати, с нами тоже сейчас представлена. Это штатные сотрудники Кафера технического университета. И вот неоднократно упомянутый сегодня Маруги Станислав Польщик сидит с нами здесь. И тут тоже вам кратенько прокомментирует про движение в этом направлении. И мы планируем доклад в группу Раевских, которые не просто активно включились, а они взяли на себя одну из наших таких больших договорных работ, которые принесут нам финансирование. Собственно, они уже принесли на прошлом году определенное финансирование. В этом году мы рассчитываем на расчеты этого дела. И это очень здорово. Кабаратуре коллективной энергетики в лице штатных сотрудников технического университета влезло в тематику, которой политех никогда не занимался. Мы выполняем заказ болей нашего партнера в специальной эстетической обсерватории по созданию крео-электронного приемного комплекса. Это то, чем мы в конце концов должны заниматься. Так что вот эта третья часть кадров, это, мне кажется, наше достижение. Ну и вот здесь есть фотография, на которой приведена нижекородская часть коллектива. Хотя, как я уже сказал, одним из таких важных достижений является привлечение большого круга ученых, ведущих на мировых научных центрах, которые, кстати, регулярно с нами работают. У нас прошло 72 оперативных. Мы еженедельно проводим оперативные совещания в лаборатории крео-электроники. Каждый понедельник, ну, как правило, в 16 часов, в течение полутора-двух часов мы общаемся, обсуждаем планы, проблемы, результаты. И все эти наши рубежные партнеры, они, в общем-то, имеют возможность включаться. Ну, наиболее активно здесь заикинут, он не пропустил ни одного заседания. Единственное, плохо он не умеет отключать микрофон. Ну, и когда идет не очень интересная тема про закупки или еще про что-нибудь, он стучит по клавишам, набирает какие-то тексты. Но внимательно слушает, как это мы помяли, достижение, допустим, карте. Он тут же включается и говорит, да-да-да, мы это обсудим, когда приедем на оперативную. Так что штат состоялся, коллектив есть. Вот это вот главный вывод пункта Буа-Кадр. Ну, о научных результатах, как я уже сказал, есть пять статей, есть очень много выступлений на разного рода конференциях, причем в том числе международных. Есть и определенные подвижения по основным управлениям у Мирану Григорьеву, но я здесь не буду повторять Леонида Сергеевича. Есть и проблемы. Но главная проблема – это, вот я уже сказал, что недостаток некого контакта наших экспериментаторов с теоретиками и недостаток в продвижении того уникального опыта людей, которые с нами, которые пришли в лабораторию делиться этим опытом с молодежью. Я надеюсь, что мы здесь поправимся как-то. И я надеюсь, что вот как-нибудь в следующий раз в Миранке, там и в Олимпо, будут грузить и нас в том числе, поскольку много, как я Сергеевич сказал, я их с нами просто скипнул. Чуть поподробнее расскажу все-таки о Мелиметроне. Мелиметрон сейчас вышел в стадию технического проекта, и от нас с вами требуется довольно много вещей, которые мы можем сделать, как выяснилось, мы и только мы. Конечно, Мелиметрон будет счастлив, если балометры, спектрометры будут стоять наши, но пока до этого еще далеко. Поэтому на одной из конференций, где, кстати, мы были с организаторами, на момент мы представили доклад о преоблаченных тестах. Имея такое уникальное оборудование, грех не воспользоваться им для того, чтобы потестировать то, чего нужно разработчикам Мелиметрона. И в ее жизни нами будут представлены такой доклад. Несколько слайдов из этого доклада я приведу, вам легко понять и узнать, что это такое. Это все наше оборудование и наши люди, которые занимались исследованием разных характеристик. На прошлом воркшопе кое-что мы с вами уже это слышали, поэтому в данном случае я это пробегу без комментариев. Единственное скажу, что теперь эти результаты уже доложены, обсуждены и готовятся к публикации. Дело в том, что, давайте мы чуть позже, по крайней мере, есть уже подготовленная статья на эту тему, но пока еще она не принята к печати. И есть одна немножко неожиданная, но опубликованная активность. Когда мы занимались параметрами рефлективити материалов и радиационных экранов, и самой антенны миллиметрона, вылезла проблема. А что же за замечательный материал, из которого будет делаться антенна миллиметрона? На сегодняшний день разработчики остановились между всевозможными бериллиями и прочим, остановились на неком углеклассе. Так вот, этот углекласс понятно, что совершенно новый материал и с неизвестными параметрами теплопроводности, а его нужно охладить. И никто не знает этого. И вот, собственно, наша команда занималась исследованием, но об этом Олег Пышаков расскажет поподробнее. И мы получили достаточно интересные результаты. Причем, как с точки зрения рефлективити, так и с точки зрения параметра теплопроводности этих материалов, которые дали разработчикам. Но эти слайды, собственно, уже на конкурс, я утверждаю, теперь что они и доложены на паре международных конференций, и подготовлены по ним статья. Пока еще она не принята, поэтому в перечне наших статей их еще нет. Но одна статья по отражательной способности, она уже опубликована. Ну, не опубликована, в смысле принято в печать радиофизику. Поэтому вот эта вот часть уже фактически за нее премиально числена. Вот эти вот слайды, которые я вам показываю. Наш замечательный притон по этой причине, мне кажется, очень полезный и правильный инструмент для миллиметрона. Но на самом деле не только для миллиметрона. Конечно, сейчас уже у многих есть кулеры на 10 мили Келлина, и наш партнер Леша Устинов уже запустил в Миссиси, и в других местах уже есть, и в Фиане у Пугавова, когда он делал данный доклад в Фиане. То есть, по большому счету, мы теряем время, мы уже два года могли торговать нашими возможностями, но как бы мы пока только вот чуть-чуть к этому предложились. Поэтому буквально в этот столик мы сделали еще один доклад на приогенном сообществе, где нас теперь пригласили в журнал «Райк Женис». Я делал доклад дистанционный, я не смог поехать в Аляску, но во вторник вот этот доклад был представлен к приогенному сообществу в Соединенных Штатах и с основными нашими результатами. И в общем, я постараюсь нас пригласить в журнал «Райк Женис». Есть и занятия немножко в сторону, то, что называется, но они вполне содержательны в научном плане. Мы представили и для плат на семинаре по радиофизике, где мы зафиксировали и опубликовали наш результат 2010-2011 года, и мы сумели подправить даже шином определение предельных югостей телеканалов, если мы будем использовать криогенные приемные системы. Причем там даже была некая ошибка в теории, которую мы сумели подправить, и этот доклад тоже сделан, и этот доклад тоже приглашен в качестве публикации. Еще одна работа была представлена на симпозиуме по наноэлектронике и нанофизике, где мы рассказывали о их электронном и лазерном охлаждении и делали расчеты вот этих всех тепловых эффектов. Эти вещи тоже как бы у нас очень продуктивны. Кстати, здесь была интересная картинка, я думаю, Олег Сергеевич тоже покажет. Одна из видов нашей деятельности – это занятие со школьниками. Удивительный опыт, но вот то дело, которое мы сделали для миллиметрона – радиоз из варенка. Но об этом пусть Большаков расскажет. Так же, как и лазерное охлаждение, вот видите, здесь вокруг сотрудник института приемной физики, занимающийся интересный вопрос, стоят школьники и занимаются этой вещью чрезвычайными интересами. Ну, время, к сожалению, у нас уже пришло к нашему ланчу, к кофе-падону. Я поэтому постараюсь совсем в порядке осветить еще некоторые аспекты. Синим цветом, видимо, то, что мы уже имеем и имели, а в его днем, текольцем, нам расскажут о нашем швейцарском, так сказать, игранте, он приезжает к нам завтра. Вот, мы рассчитываем получить как минимум два проекта в горячем конкурсе тысячи лабораторий, мы уже наметили даже двух жертв. Ну, как бы нам хочется молодых поставить, а не нас, к Алине Сергеевичу, поэтому две лаборатории, одна больше, так сказать, в технологии, это в Дороче, вторая больше в экспериментах исследования и симуляции моделирования, это Палкратов, но мы уже готовимся к этому конкурсу. Мы уже заявили Дмитриеву нашу предварительную заявку, Дмитрий будет их лабировать. Есть ход договоры, синим цветом уже состоявшиеся, черным пока нет, но, опять же, Палкратов расскажет, что ТСС уже просто предлагает там ход договор по измерению температурных характеристик. Вот, нижегородские предприятия, еще раз обращаюсь к нашим коллегам, они сегодня здесь с нами, и ГНИПИ, и САЛЮТ, это наши ближайшие партнеры, нам очень хотелось бы, имея наши уникальные возможности, работать с вами и в кадровом плане, и в плане использования нашей технологии. Мы готовы с вами сотрудничать. Есть международные проекты. Женя Юрьевичев, который завтра будет нам рассказывать о наших делах, он уже обождается деньгами в нашей деятельности. И Леня Ревин съездил на стажировку не за наши самые деньги, он съездил по прекращению Юрьевичева, и мы начинаем раскрутку после нашего прошлого локшопа сотрудничества с ним именно так, что это уже рассматривается как источник финансирования, а не просто, это то, чем мы будем жить и живем. Ну, Оксфорд, Чао-Марселин пока черным цветом, они пока нам не приносят денег, но они должны будут приноситься времени, и это неизбежит. Сколково тоже активность есть, и мы очень надеемся, так же, как и на седьмую, а со временем восьмую рамочную европейскую программу. И я хотел еще пригласить всех, собственно, это все знают, что у нас создано агентство наподобие дарков, фонд перспективных исследований, мы здесь тоже могли ему много чего предложить. Так что мы занимаемся серьезным образом работой этого технического задела, и этих работ задел. Ну, здесь вот на слайде приведено, а в основном мы уже об этом сказали, ну и о многом расскажут мои партнеры, которые здесь пришли. Но, к сожалению, по алмазным делам Царев завтра не сможет сделать сообщение, а они действительно очень интересные. По крайней мере, пока еще нам воду не пустили, нам очень приведенных не дали, но сапфиры мы уже обрабатываем. Так что вот весь этот перечень задач, я надеюсь, что он будет так или иначе решаться. Большинство из этих задач прописаны в перечне 17 задач. Их мы будем решать вот в этой широкой коллаборации. Есть и прочая активность, о которой нельзя не сказать, о закупке, ремонте, борьбе с бюрократией, участие в проведении вот этих всех конференций, образовательный процесс. Здесь тоже у нас есть и достижения, и провалы. Провалом, я считаю, вот то, что мы не смогли пока наладить образовательный процесс в области физики твердого тела и техники твердого тела и сверхпроводимости. Здесь делаются усилия со стороны наших форумских партнеров, пока они еще не очень успешны. Более удачных здесь и удачных Юрий Георгиевич Белов, где я думаю, что сотрудничаем полно и плотно, и член нашей команды Володи Вакс с будущего вечернего года тоже будет увлечен в образовательный процесс. Есть кожировки обширные, как я уже сказал, с результатами пока еще не очень хорошо, но тем не менее ребята набирают очень полезный опыт. И есть сотрудничество с академическим сообществом, есть серьезная активность в медийном поле, наш сайт работает, наши ролики крутятся довольно активно, есть соучастие в работе общества знаний, мы здесь тоже, так сказать, стараемся взаимодействовать с этой структурой, и в частности вот очень много школьников у нас с нами, кстати, на следующей неделе к нам приедут школьники из детского лагеря, которые занимаются школьников исследователей. Так что эта деятельность тоже нам нужна. Ну а мы когда-нибудь достаточно доверяем, мы с вами на важном этапе нашей работы, мы успешно эту работу ведем, когда есть проблемы, которые мы видим, и мы очень надеемся, что эти проблемы будут решены. Главное, чтобы лаборатория вышла в стационарный режим и была таким дееспособным субъектом. Спасибо за внимание, за деталь, пожалуйста, на сайт. Есть ли вопросы? Ну тогда давайте вопросы будем задавать за кожу брейки. Кожа брейки и за звуком на тексту сторону. Очень...